всех приветствую заехал я тут к знакомым ребятам на металлоприемку сейчас покажу что интересное прикупил значит стоит у них там запорожец такой довольно в таком неплохом состоянии ну как бы сгнилось сегодня еще видно долго стоял из этого огорода вот но суть не об этом открыл я передок там где в обычных машинах капот в нем багажник и обнаружил вот такую вот интересную штучку скажем так русскую и басту такой вот автономный отопитель шаас 968 стоял на 968 968 зазики вот ну состояние состояние пушка скажем так видно что за годы простой немножко что-то поржавело вот но в целом очень комплектный такой все аккуратненько сам отсоединил бензонасос вот эта трубка шла наверно в бак я так понимаю да в бак но магистрали врезалась вот все провода единственное что надо будет еще такую рычаг как бы пульт управления с него снять я про него забыл вот в целом все так довольно комплектно но видно что она практически не работала потому что все нет нигде ни колхоза ничего вот мне очень интересное запустить хочу доработать доработать и пойдет она если все нормально вот сюда вот сюда вот она пойдет буду устанавливать ее свой бусик который восстанавливает и 3 вот ну как бы устраню все заводские нюансы которые есть в этой печке чтобы она была пожара по пожаробезопасной так что как то так вот ну и полностью все разберу здесь переберу как бы поставлю нормальные шланги вместо вот этой вот дичи здесь работ аккуратненько чтобы исключить ну как бы возгорание какие-то нюансы так что она часа немножко разберусь со схемой подключения вот почище немножко продую мы же в следующем ролике попробуем собрать электрическую схему и запустим и посмотрим не интересно какой расход топлива у нее потому что ходит легенда что она живет как и запорожец но посмотрим вот как бы по модернизации этих печек есть много информации поэтому такая очень интересная штучка тем более досталось там запачку сухарей поэтому грех не поэкспериментировать кому интересно подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание